Глава Коми Владимир Уйба продолжает работать в Ижимском районе накануне в деревне Мушьюга. Он осмотрел фельдшерско-акушерский пункт, проверил готовность школы к началу нового учебного года. А также встретился с местными жителями о том, чем живут сельчане и что их волнует, расскажет Ксения Лосева. Свой рабочий визит в район глава Коми уже традиционно начинает с посещения социальных объектов. Первый в списке – фельдшерско-акушерский пункт деревни Машьюга. Сегодня он обслуживает больше 300 человек, в том числе жителей соседней деревни Щель. Экстренную и неотложную помощь в круглосуточном режиме здесь оказывают медицинские сестры. Сам ФАП размещается в деревянном здании, построенном более 30 лет назад. Живем? Хорошо? Какой объем указываете? Все мы тут делаем. Мы тут и хирурги, и акушеры, и все вместе. Акушеры сами делаем, на вызова сами ходим, процедуры сами делаем, перевязки. Бывает даже, что снимаем, когда дороги нет, выехать. Все сами делаем. Строительство нового здания уже запланировано в рамках программы модернизации первичного звена на 2022-2023 годы. А уже в этом в распоряжении ФАПа поступит автомобиль. Для того, чтобы у жителей деревни было возможно сделать прививку от ковида на месте, совсем скоро здесь появится специальная морозильная камера для хранения вакцины. Следующая остановка делегации – местная школа. В прошлом году здесь заменили окна, отремонтировали фундамент, утеплили здание и обшили фасад. В этом средства выделили на ремонт кровли. К новому учебному году учреждение готово. Совсем скоро оно распахнет свои двери для 40 школьников и 9 воспитанников детского сада. Раньше у нас доходило до 200. Тут обучались дети все в верхне-ижемских населенных пунктах. Все обучались. Мы построили школу в Томе, и сейчас обучаются дети из щели, так, в щели и ласты. Это с трех населенных пунктов у нас 40 детей. Строительство социальных объектов, доступность медицины, реконструкция культурных памятников, чистая вода, обеспечение мобильной связью и, конечно же, ремонт дорог. Вопросы, которые волнуют местных жителей, не новые, но именно они определяют качество жизни на селе. По каждому долгие обсуждения и конкретные предложения и перспективы. Мы сегодня выходим на 4 объекта, по которым уже так или иначе нашли финансирование. И в общей сумме это будет не миллиард, а значительно больше. По всем остальным будем двигаться поступательно. Я имею в виду все, что связано со школами, детскими садами. Готовите ПСД, готовите участок, готовите весь пакет документов. Дальше начинали смотреть. Долгожданная новость уже из самой Ижмы. В 2022 году здесь начнется строительство новой школы. Вопрос не решался больше 10 лет. Действующее здание уже давно признано аварийным. В прошлом году глава КОМИ взял тему на особый личный контроль. Правительству республики удалось включить объект в федеральную программу «Современная школа». По проекту здание будет рассчитано на 600 мест. Новую школу на чуть меньшее количество уже возводят и в деревне Усть-Ижма. Более 10 лет назад школа сгорела от удара молнии. И все это время ребята учатся в бывшем магазине и склад, который переоборудован под школу. Конечно, эта школа очень нужна. Работы идут по графику. Началось строительство в апреле этого года. Сегодня уже идет обратная засыпка фундаментов. Сделаны фундаменты под котельную, гараж. Другие помещения. Обустраивается наружная теплотрасса. По итогам двухдневной поездки в Ижимский район глава КОМИ дал ряд поручений правительству региона, а также местной администрации. Все чаяния жителей были услышаны, а предложения возьмут в работу. Ксения Лосева, телеканал Юрка.